Приветствую вас. Есть несколько моментов, которые я хотел бы вам прояснить. Вообще-то этих моментов два всего лишь, да. Первый момент это то, что вы стали на него ругаться. То есть вы ругаетесь на него, то есть вы переходите к скандалам, да, к каким-то крикам, претензиям и так далее. Это, с одной стороны, деструктивная позиция, потому что за ней стоит, как бы, отдаление вас как партнеров. С другой стороны, это свидетельство о том, что вы находитесь в неудовлетворительном для себя поведении, в неудовлетворительном для себя состоянии. Это означает, что вы неудовлетворены. И свою неудовлетворенность вы пытаетесь реализовать за счет, вот, собственно говоря, своего мужчины. И это является на самом деле серьезной проблемой, потому что, ну, молодой человек, да, он, если не хочет, если не хочет, то делать ничего не будет. Если у него нет желания, да, он не будет ничего делать, он не будет вам помогать, он не будет что-то для вас делать. Вот. А если у него нет ничего мотивации. Особенно. Особенно. То есть, здесь, здесь, я рекомендовал бы вам в первую очередь посмотреть на то, что вы для себя. Хотели бы, что вам, собственно, для себя нужно в этой ситуации, я бы хотел, чтобы вы обратили на то внимание, какие чувства вы испытываете, именно вот, когда человек, допустим, вам, ну, не дает, да, не дает того, что вы хотите от него. Что это за чувства, если вы, ну, вот, он, допустим, ничего не делает, да, он, допустим, там, вам никак не помогает, да, он, допустим, никак, никак себя не проявляет, да, вот, в плане бюджета. Это у вас вызывает какие-то эмоции негативные, да, вот, и очень важно, чтобы вы вот этот аспект, да, для себя уловили. Что это ваши негативные чувства. Не его, а ваши, что вам неприятно, вам негармонично, вам некомфортно, а на него вы, соответственно, ну, может быть, и не срываетесь, но, по крайней мере, вы, соответственно, реагируете, реагируете негативно. То есть здесь, основное, что нужно понять, это то, что с ссорами, да, ничего не добиться. Вот. 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 Именно с ссорами. Вот. Но то, что у вас есть определенная потребность в чем-то, то, что у вас есть определенное желание чего-то, это факт. И на данный факт, на мой взгляд, закрывать глаза ни в коем случае нельзя. Потому что в противном случае вы будете чувствовать себя неудовлетворенно и дальше. Вот. Но очень важно отделить, отделить здесь свои чувства от того, что вы хотите для мужчины. Вот. Очень важно эти вещи отделить, потому что без этого у вас могут быть существенные проблемы в отношениях. То есть вы его, я имею в виду мужчину, да, вы ни в коем случае не расположите к себе таким образом. Несмотря на то, что я верю, верю в то, что вы этого хотите, что вы хотите его, ну, чтобы он вам помогал и так далее. Несмотря на то, что вы, в принципе, имеете на это полное право. Вот. Тем не менее, тут так. Так. То есть, чем больше вы требуете от мужчины чего-то, да, вот. Чем больше вы требуете от него чего-то, тем больше он не хочет этого делать для вас. Ну, по ряду причин. Это первое. Второе. Это то, что, в принципе, указала вам моя коллега. Значит, не очень понятно, как вы, собственно, выстраивали отношения с человеком. То есть, если он изначально относился таким образом к финансам вашим, да, то есть ничего не покупал и так далее, то почему вы решили, что он будет это делать? Вот. Ну, например, по прошествии, допустим, какого-то количества времени. Я вас не обвиняю, опять же, да, я просто хочу, чтобы вы это пояснили. Потому что вот нам, например, нам, да, нам, людям со второй стороны это не очень понятно. То есть, это финансовая история, да, финансовая, финансовая разногласия. Я понимаю, что это очень важно, очень важно, ну, что вот, чтобы вы были удовлетворены, чтобы все было адекватно. Это очень важно, но не менее важный момент заключается в том, как вы себя ставите в отношениях. То есть, если вы поставили себя так, что мужчина может что-то не делать, то это означает, что он, он считает, что все в порядке. Он считает, что вы, что вы одобряете такое поведение, понимаете? То есть, он не воспри, не воспринимает ваши, вот, претензии, да, ваше, ну, ваше неудовольствие, он не воспринимает всерьез. К сожалению. А почему, почему он не воспринимает это всерьез? Это уже вопрос к вам. Что-то это вопрос именно об этом, как вы себя поставили. Значит, смотрите, вы пишите, живу с парнем год, он неплохой, значит, и по дому поможет, и подчислить, построить все может. Так, значит, если вы живете с мужчиной, то давайте сперва определим, как вы с ним поднакомились, например. Что вас объединяет с ним, например, потому что, ну, наверное же есть какие-то факторы, которые вас, допустим, ну, сближают. Наверняка, есть такие факторы, которые вам сближают. Так что, давайте подумаем. Вот вы, вы живете с человеком, так? Вот. Вы решили связать с ним свою жизнь. Вот. Вы решили с ним связать свой, свой быт. Вот. На каких условиях, да, на каких основаниях вы решили это сделать? Почему вы решили это сделать? Вот. Вот. Вы же, наверное, ну, опять же, чего-то хотеть хотели. Да, наверное. Наверное, вы чего-то ожидали. Вот. 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 От человека. От человека, наверное, вы чего-то ждали. Поэтому очень важно, очень важно эти моменты определить. Чего вы ждали и чего вы хотели. Вот. Начинают жить вместе. Очень важно, что вас объединяют с мужчиной. Потому что, если не объединяет ничего вас, то это отчасти, отчасти объясняет его такую вот позицию. Это объясняет его позицию, позицию нежелания что-то делать для вас. Потому что, может быть, он воспринимал вас как кого-то, кого нужно, например, завоевать. Вот. А завоевав, ваш сон уже перестал вас ценить и вами интересоваться. Ну, это, конечно, очень неприятно. Вот. Так. Но. Тем не менее. Дальше. Значит. Так. Есть ребенок от первого брака. С него вычисляют алименты. Значит. Ну. Имеется ввиду с мужчины. Да. С мужчины вычисляют алименты. Вот. Опять же. Вы знали об этом? Вы знали о том, что с него вычисляют алименты? Ну, вот. На ребенка. Ну, наверное, знали. Вы как-то договаривались об этом? У вас были какие-то, какие-то договоренности по поводу этого? Или как? Он вам, может быть, значит, что-то обещал. Вы ему, может быть, что-то обещали. Кроме того, обратите внимание, что вы живете вместе. То есть, вы не мучаете жена еще. Вот. То есть, вы согласились с ним жить, с мужчиной. Вот. Вы согласились с мужчиной жить без такой истории, да, как свадьба, там, и так далее. Вот. Не то, чтобы это прямо плохо. Но это, как минимум, как минимум, ваше решение. Вот. Как минимум, это ваш выбор, и как минимум, это то, что вы, возможно, вот для себя выбрали. И нужно, опять же, понять, насколько свободно, свободны вы были в этом выборе. И были ли вы свободны в нем, в своем выборе. Понимаете? Потому что, ну, вот мне, например, показалось, да, что не так уж вы свободны были. раз теперь вы не удовлетворены тем, что происходит. Вот. Значит, вы пишите, что проблема в том, что человек ничего не принес их домой. не дает. А должен? Вы говорите, что он не дает домой денег, а он должен давать? Вот. Кто сказал, что он должен? Вот. Понимаете? то есть, мне кажется, мне кажется, что здесь вам нужно определиться со своими ожиданиями. То есть, конечно, мужчина мог бы, конечно, он мог бы, мог бы вам давать деньги. Но это, скорее, его право, а не обязанность. И если, допустим, вам что-то не по душе, да, если вам что-то не по душе, то вы, собственно говоря, вправе от этого отказаться. То есть, вы вправе с ним расстаться и так далее. Вопрос еще раз повторю в том, основной вопрос заключается в том, как вы на все это реагируете. То есть, если вы реагируете на это, например, негативно, да, если вы, если вас задевает его поведение, если вам неприятно то, что он делает и так далее, то это одно. Вы пытаетесь от него что-то требовать, вы пытаетесь, что-то, чтобы он что-то сделал, вот. Но он не хочет. Он не хочет. И это его право. В конце концов, вы можете создать ему хорошую мотивацию для того, чтобы он начал для вас что-то делать. То есть, какой ему резон, какой ему резон сейчас для вас что-то делать, если у него и так, на данный момент, у него и так все есть сейчас. Вот и подумайте, подумайте на эту тему. Опять же, без обвинения, да, я не хочу вас обвинять ни в чем. Я просто прошу, прошу подумать. У вас претензии к человеку, как к мужу, но он вам не муж. Дальше. Так, Губитр отметит что-нибудь по мелочи и все. Я с ним уже говорил на эту тему. А что говорили-то? Он отвечает, у меня денег нет. Так, у него не было никогда денег. Что изменилось у вас? Что в вашем восприятии его изменилось? Ругаться на него часто стало из-за того, что он не понимает. А из-за чего конкретно вы стали ругаться? Вот конкретно из-за чего вы стали ругаться? Потому что, ну, вы извините, да, но непонятно вот так вот просто, как вы пишете. Стало ругаться? А почему стало ругаться? Что изменилось? Понимаете ли вы, что вы ругаетесь сейчас на человека, по сути, из-за того, что он не хочет давать денег, тем самым внушая ему, да, ну или показывая ему, если угодно, что вас, в общем-то, волнуют деньги. Вот. Не то, чтобы это плохо, не то, чтобы это плохо, но это определенная характеристика вам. И мужчина может от этого еще больше от вас одолиться. Ведь тут как бы момент такой, что вы вроде бы изначально его приняли. Изначально. Вот. Вроде бы вы изначально его приняли. А теперь вроде как перестаете принимать. То есть тут вот такая позиция. Вот. Эта позиция, она, ну, не совсем последовательна, скажем так. Вот. А мужчины, они достаточно негативно относятся ко всему, что не последовательно. Вот. К сожалению или к счастью, этого я уже не знаю. Так что здесь, мне кажется, нужно определиться именно с вашими чувствами и с вашими претензиями. То есть то, что вы чувствуете и хотите, это адекватно и верно, но не обязательно для выполнения мужчины. Дальше, не знаю, как до него еще достучаться, пишите вы. А с чего вы решили, с чего вы решили, что до него вообще нужно достучаться? С чего вы решили, что он, например, хочет того, чтобы вы до него достучались? Что для вас означает достучаться до человека? Чтобы он сделал так, как хотите вы? А что он будет чувствовать при этом сам? Сам человек как будет себя чувствовать при этом? А если он будет чувствовать себя при этом не очень хорошо? Допустим. Что тогда? Вот. В целом, мне кажется, что вы занимаете очень родительскую позицию по отношению к мужчине, да? Потому что вы от него что-то требуете, вы от него чего-то ожидаете, вы от него чего-то ждете. Ну вот. Это, боюсь, не приведет вас к развитию отношений, потому что мужчина ведет себя с вами как с... как маленький, как ребенок. Вот. Это не есть хорошо. Поэтому посмотрите, что вами движет. То есть, вами движет, может быть, страх, может быть, какие-то желания, может быть, какие-то чувства, вот. Может быть, может быть, прошлый опыт. И когда вы разберетесь с этим, в том числе и с психологом, свое поведение по отношению к своему мужчине вам нужно будет изменить. Сделать его более независимым, но более взрослым, более ответственным. То есть, если человек не приносит ничего в дом и не помогает ничем, ну, я имею в виду финансово, а вы считаете, что это должно происходить, то, соответственно, для мужчины должны наступать некоторые последствия. Негативные последствия от того, что он делает. Без негативных последствий ничего не будет. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если у вас остались вопросы, пишите в личку, буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго и удачи. Субтитры сделал DimaTorzok